Приветствую вас, Юлия, скажите, пожалуйста, не смущает ли вас тот факт, что мужчина прямо сказал вам о том, что ему неинтересны отношения, ему неинтересна интимная сторона вопроса. Вам отношения нужны, и вы, по сути, проигнорировали его вектор, вы проигнорировали то, что человек вам сказал, вы проигнорировали то, что ему нужно, вы стали бы давать желаемое за действительное, то есть его желание с вами переспать, вы стали бы давать за его желание построить с вами отношения. Вот не смущает вас тот факт, что вы проигнорировали его, ну как бы, приоритет. Почему-то вас это не смущает, почему-то вас это не настораживает, то, что вы можете вот так человек игнорировать его желание. Точнее, 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 ну правильно сказать, игнорировать желание человека. Когда же он демонстрирует вам то, что больше, ну больше, в принципе, его не особо что интересует, когда он вам это демонстрирует, вы как будто бы не понимаете, не понимаете того, что ему больше не интересно просто, то, что хотите вы, может быть. То есть у меня такое ощущение, что вы этот момент как будто бы игнорируете. И я бы, конечно, хотел бы понять основания для этого. На мой взгляд, на мой взгляд, эти основания заключаются в том, что вы очень сильно хотите отношения. На мой взгляд, в этом как бы суть проблемы, что вы слишком сильно нуждаетесь в, ну вот нас слишком сильно нуждаетесь в них. Что даже игнорируете, когда человек вам прямым текстом говорит, что ему нужно, что ему нужно. А что ему важно, а что ему не нужно и что ему не важно. Вот. Соответственно, Следующим пунктом идет такая вот ваша потребность в отношениях. Как бы да, то есть для чего вам нужны отношения, зачем они вам нужны отношения, что вам не хватает. Вот на этот вопрос вам, на мой взгляд, весьма и весьма важно ответить. Потому что он, этот вопрос, является определяющим ваше поведение. Как мне видится, по крайней мере. То есть это очень важно в этом отдавать отчет. Соберем. Соберем. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду. Дальше. Вы. Надеетесь. И надеет вам мешать. Потому что здесь у вас идет перекладывание ответственности за то, что вы хотите на другого человека. Вам для чего-то нужны отношения, вы требуете удовлетворения этого желания от мужчин. Что, соответственно, вызывает проблемы. Потому что человек преследует свои цели. А вы видите, на мой взгляд, только свои желания. Это не всегда плохо. Но в данном случае можно говорить о том, что... Что, что вас это делает, зависит от человека. Понят? Какая штука. Вас это делает, зависит от человека. Или можете жить дальше, или можете не о чем думать. Ну, больше. Получается. Да, ну, в общем-то, серьезно. Достаточно. Как мне кажется. Я бы рекомендовал вам с этими аспектами как минимум разобраться. Я бы рекомендовал вам, ну, это поисследовать. Вот эти моменты. Так вот. Потому что... Достаточно эта ситуация трудная, трудная для вас. Я так думаю, что она не первый раз уже повторяется. Теперь давайте я покажу вам, где у вас возникают переключения. Итак. Познакомились с правильным на работе. Был с моим заказчиком делаемый проект. Смотрите. Что вас связывает. Что вас связывает. То есть, вот обратите внимание, да, на то, что вас связывает. Друг к другу. На мой взгляд, у вас несколько, ну, мало оснований. Для... Мало общего. Скажем так, у вас. Вот. В чем... Тоже, тоже может быть... Проблема. Недостаточное количество общего между вами. Вот. Вы говорите. Значит. Значит. По такому же на работе я ему понравился. Свидели с ним, помимо работы, но хотел только секс и сказал, что отношения ему нужны. Ему не нужны. Мне, наоборот, были нужны. Зачем? Ну, мне не хотелось прекращать к ним общение, что не будет хорошо и спокойно. Вот. Ключевой момент. Я не хотела прекращать к ним отношения, и поэтому игнорировала то, что он мне транслировал. А транслировал он мне то, что, ну, нему совсем другое. Я предпочитал этого незамечательно. Ну, это, и, Юлия, за основанием для возникновения у вас проблем. Ну вот. С мужчинами. Собственно, именно из-за этого. Я хотела, не хотела, а выходить с ним в отношения, вот, потому что у меня с ним было хорошо и спокойно. Вот. Без него мне не хорошо и не спокойно, с ним мне хорошо и спокойно. Почему мне с ним хорошо и спокойно? Я не знаю. Почему мне самой по себе, да? Почему мне самой по себе? Мне спокойно. Почему мне самой по себе пригоден? Из-за чего мне самой по себе пригоден? Это вопрос я особо не знаю. А он, на самом деле, очень важен. Потому что здесь скрываются ваши собственные лично, лично, личностные дела, проблемы. О которых вам, возможно, возможно, вы их про них знаете. Возможно, вы подозреваете о их наличии, а, возможно, предпочитаете незамечательно. Так или иначе, это то, с чем вам нужно работать. Ну, вот, то, на что нужно сделать, ну, акцент, упор, да? Вот, то, на что нужно обратить вам свое внимание. И уже после этого будет несколько более понятно, в какую сторону вам нужно будет двигаться. Основное – это поработать с потребностью в отношениях, что вам нужны именно отношения. Не столь важен там человек, да, не столь важны его желания, сколь важно вот то, что хотите вы. Настолько, что вы отгадываете по факту понимаете, а, как бы, как бы, что означает. Вот такое поведение, что я как-то означает. Оно, на самом деле, это довольно, ну, довольно простую штуку. Но такое поведение означает, что мужчине не нужно. То, что вы ему хотите дать. Мужчине нужно только то, что ему нужно. То есть, мужчине нужен эффект. Вот, собственно, из потребностей в отношениях вытекает то, что вы не можете перевернуть эту страницу и двигаться дальше. Как мне кажется, для себя вы, ну, большим, большим, большим достаточно трудом что-то делаете. Ну, вот именно, именно для себя. То есть, вы, если вам нужны отношения, значит, вы как-то к этому приходят, потому что вам нужны отношения. Вот. То есть, тут очень важно понять, как вы к этому приходите и потребности, в чём вы пытаетесь тут удовлетворить. Вот. Такие дела. Так можно ответить на ваш вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Обращайте внимание на то, что говорят и хотят люди отслеживать себя, свои мысли и чувства. Потому что вот здесь судя по тому, что оно, судя по тому, что описываете. Вы, я бы сказал, что у вас этого навыка вот в какой-то степени не хватает. Вот. Ну, повторюсь, это не страшно само по себе. Вот. Главное, чтобы было, ну, было желание над собой работать. Если желание такое есть, то никаких, в общем, проблем, ну, никаких проблем не будет. Вот. Что касается совета, то мы психологи советов не даём, мы помогаем разобраться в себе. Это то, что мы делаем. Это то, что мы делаем. Помогаемся, помогаем разобраться в себе. Вот. Советы. Это очень, очень важный момент, что советы, они не приучают человека жить своим, умом, да, своим, ну, двигаться своим путем. Вот. И это, наоборот, приучает человека к тому, что можно и нужно быть беспомощным. Удачи вам всего самого доброго. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам!